как практиковать холотропное дыхание каковы его преимущества когда ребенок рождается то первое что появляется у ребенка это кислородом наполняется все тело пуповину отрезали кислородом наполнилось наше тело так устроено что каждая клетка живет сколько ей написано в ее днк таким образом клетка новая появляется и наше тело она обновляется бесконечно гипоциты обновляется наше тело обновляется клетки кожи клетки легких все обновляется новое вырастает из стволовых клеток старая разрушается и выводится из нашего организма при этом глюкозой питаются митохондрии сама клетка формируется за счет аминокислот аминокислоты формируются нашими железами и наши железы формируют аминокислоты и собирают их беря их из белковой пищи которую мы получаем из жиров и так далее жиры жиры запасают дают дополнительную эндогенную воду и так далее сама клетка она сама по себе нуждается в кислороде кислород воздействует на митохондрии включается цикл крепца глюкоза растворяется проявляется в начале молочная кислота она превращается за счет пироват киназы тумаром 4 тумаром 2 и тумар 1 превращается в арома масляную пироват виноградную после этого происходит карбоксилирование и муковисцеральные комплексы такие как дыхание с выделением углекислого газа или вторичное выведение с образованием амина ацетиламина трансфераз или трансфераз выводят из организма там висц уже другим мука путем или муковисцеральным или висцеральным путем не муколитическим и висцеральным таким образом и происходит процесс нашей жизни где кислород является мощнейшим окислителем без окисления не было бы растворения глюкозы не было бы этого всего и не было бы карбоксилирование ксилирование карбоксирование не было бы деятельности это все минус чем когда мы дышим то это еще и является элементом нашего старения потому что появляет свободные радикальные соединения не накапливается в теле наше тело придумала это все объединять между собой она может создавать из определенной аминокислоты которая называется аминокислотой цистин наш организм из цистина может создавать две аминокислоты это аминокислота цистерин и цистеин таким образом цистерин цистеин цистиновые комплексы они способны собирать вот эти свободные радикалы и выводить чем больше свободных радикалов тем старее человек организм не справляется и если взять взрослого человека и маленького человека то цистеина у маленького больше а у взрослого меньше почему потому что цисты информируется за счет лизоцима а лизоцим формируется за счет слюны и лизоцимовых желез которые выйдет которые есть в каждой железе внутренней секреции так железы стареют появляются вот эти перегруженные состояния это все приводит к тому что человек становится старым человеку необходимо дополнительно давать цистин а как это устроено амина группа и свободный электрон которому присоединен углерод у цистерина есть амин и рядом есть свободные электроны у цистина свободных электронов много этими свободными электронами он может собирать вот эти оксиданты которые есть в организме и выводить именно поэтому если вы занимаетесь холотропным дыханием то вы будете всегда молодым человеком или всегда будете моложе выглядеть всегда будете себя хорошо чувствовать какое-то дыхание то не нужно ничего делать просто быстро подышить не обязательно глубоко можно поверхностно это не имеет значения но важно в этом всем обязательно выпить таблетку цистина в моей компании продается